Хочу, чтобы вы посмотрели ролик до конца или прокрутили до того места, где я прошу помощи. Начну с комментариев. Володимир пишет. Истинное лицо россиянина от Благодарейла. Не нравится на историческую родину. А Леона комментирует. Ну, без украинцев тут ну не як. Просто як кистка в горле вам, шевиза люди таки. Но он им советует. А давайте вы из России будете собирать информацию, почему вы в Норвегии. Сразу отвечу коротко на последний комментарий. Насчет переезда в Россию я еще буду делать ролик. А вот с информацией из России о Норвегии будут некоторые проблемы. А тут дело не в проворот. Поэтому давайте я информацию буду собирать пока в Норвегию, а вы потерпите. Хорошо? Еще один вопрос от норвежца. Привет, ты, Норвегия. Что ты говоришь о моей стране? Ну, Тури я лично позже отвечу на норвежском. И, может быть, даже привлеку его к тому, что творится в его стране. А вот Владимиру Алионе я отвечу сейчас. И очень подробно. Видео будет длинным. Спасибо ТикТоку, что разрешил увеличить время до 15 минут. Судя по именам, Владимир и Алиона из Украины. Владимир и Алена, вы в Норвегии? Вы же поможете своему соотечественнику, попавшему в трудную ситуацию в Норвегии. Русские-то они агрессоры. Всегда на негативе. А вы добрые. Вывески у вас в стране такие веселые. Шаурма из детей москалей. И так позитивно девушки мастерят коктейли Молотова, чтобы сжечь людей заживо в вашем доме профсоюзов. И уж своему соотечественнику сразу же проситесь помогать. Ведь правда? Давайте я вас введу в курс событий. Олег Пиазуки приехал в Норвегию более года назад из Украины, как беженец. В одном из видео он сказал, что его дом разбомбили. Вроде как убили отца и мать. Но у него очень большие проблемы с разговорной речью. Настолько большие, что его почти невозможно понять. Я посмотрела все его видео. Самое первое было записано неделю назад, вытягивая по крупицам его историю. Я не знаю досконально всю информацию. Надеюсь, что он умеет писать и напишет мне более подробно. Но он не отвечает на мои запросы. Спасибо Александру, который находился на тот момент с ним и кое-что объяснил. Буквально перевел, что тот сказал. Именно из его ролика я узнала об Олеге. Олег находится в приемнике в Заполярье. Финснес. По адресу, который был в ролике, это находится здесь. Как я поняла, Олега перебросили по этапу уже третий раз. Но привезя его буквально на крайний север, не выделили денег даже на зимнюю одежду и обувь. Он записывает видео в легкой курточке-дождевике. Финснес, мота, носка. У меня говорилось, что у меня один, дады, одесса. У меня обувь нема. У меня лето обувь. Вот то, что у меня первый этап. А дала полиция, вот та я хота. Босса, го и три места. И вот та три этапа. Я без одессы. Денег, который выделяют беженцам, насколько я знаю, это 100 крон в день, по его утверждению не хватает ни на что. Он ест только утром и вечером, по его словам, очень похудел. Он просит вернуть его в комьюну, очевидно туда, где он был размещен раньше. Он хочет работать и обеспечивать себя сам. На той территории, где он находится, как вы видите, совершенно ничего нет вокруг, кроме помещения для содержания беженцев. Но зато есть марихуана, которая выращивается прямо в помещении. Это вместо теплой одежды, еды, каких-то развлечений, как я поняла. Гратис, подарок от норвежцев. Олег изучает норвежский язык, но, скорее всего, он ему не пригодится, так как на любом языке его понять очень трудно. Но главное, никто и не хочет его понимать. По его словам, его держат за местного дурачка. И когда он обращается за помощью, хотя бы дать переводчика, чтобы объяснить, что он хочет, то норвежцы только хохочут и шлёпают в ладоши. Такое отношение к себе, нерешение проблемы, накапливалось месяцами. Злость и агрессия выросла и вылилось в то, что он начал просто биться головой об стену, резать вены, порезал горло. Но в ответ только хохот норвежцев и аплодисменты. Обращался ли он в полицию? Да. Приезжали. Составляли протокол, его издевательств над собой, его крушение мебели, как я догадываюсь, и уезжали. Вот вот та дела. А когда я... Они не смеются надо быть? Да. А когда я зло, и я вот та дела. Иди сюда. Вот так. Ба, ба. Бьёшься головой об стену. Вот мы можем увидеть следы этих повреждений. Ох. Ты еще наносил какие-то травмы себе для того, чтобы привлечь внимание? Может, какие-то... Я после, когда сына злоби, тресл в особи, я в голо полез. Покажи шрам. И вот. Вот тут видно шрам. 5-7 сантиметров. В каждом ролике он просит об одном и том же. Он даже не просит о идее или одежде уже. Он уже понял, что ему там ничего не светит. Ему очень плохо там, где он находится. С его проблемами он не может ощущать вокруг себя пустоту. Вы знаете, что такое депрессия. Но когда к депрессии добавляется инвалидность и нежелание других людей пойти тебе навстречу, все только усугубляется. Он говорит, что на Украине над ним не смеялись. Он сам зарабатывал себе деньги. У него даже мысли не приходило в голову убивать себя, наносить себе телесные повреждения. И только в Норвегии он не знает, что надо сделать, кому обратиться, чтобы его услышали, чтобы ему помогли. Норвежцы считают его идиотом из-за его трудности с разговором. Но он сдал тест, который опровергает хамские догадки тех, кто сейчас определяет, как ему жить. Его преступления против Норвегии накапливаются с каждым вызовом полиции. Чем это закончится, если они не вернут его туда, куда он хочет? Первый вариант. Упрячут в психушку. Это версия русскоязычных в комментариях, сочувствующих ему. Но в Норвегии прием психиатра ждут до полутора лет. Норвежская медицинская фишка – это парацетамол от всех болезней и очередь ожидания на прием к специалисту. Самое меньшее – это два месяца. А психиатрия? Смотрите. Качество плохое, взятое из прежнего моего видео. Ожидания по городам. Алисунд. 32-34 недели. Делим на 4 недели в месяце. Это от 8 месяцев. Молды. От месяца до полутора. Чем крупнее города, тем хуже. Транхейм – 52 недели. Это год и один месяц. Вы спрашивали, почему столько самоубийств в Норвегии? Одна из причин – ожидание, вернее, не дождались приема врачей. Человек режет себе вены уже не в первый раз. Почему он еще не на лечение? Правильно. Да кому он здесь нужен? В больнице койко-место на вес золота. Есть приказ более трех дней в больнице не одержать, иначе больница оплачивает расходы сама. Сколько статей на тему подобной выписки? Когда человек не может дышать без аппарата, а пожилой супруг боится ночью уснуть, потому что может не услышать, что жене нужна помощь. Рану на горле, которую он сделал себе сам. Олегу зашивали на месте. В больницу не возили. Вывод из всего этого. После увеличения объема папки по вызовам коллегу, полиция отправит его в тюрьму для психбольных. Там не надо тратиться на лечение. Если доживет, конечно же, до этого момента. Вы скажете, что психических больных не помещают в тюрьмы. Это в России не помещают. От тюрьмы даже отмазываются, прикинувшись психом. Но не в Норвегии. Я тоже была в шоке, когда первый раз прочла статью. Стала искать подтверждение. Птушкин-то нам такие красивые камеры показывал. Смотрите. Но самое страшное, что изолированы тяжело психически больные люди, которые ни в коем случае не должны сидеть в тюрьме. А что будет, если Олег доживет все-таки до дня, когда он попадет в тюрьму для психических? Билет в один конец. Эти камеры не покажут ни Тушкину, ни Органту, ни Познеру. Потому что в России, на Украине, Казахстане должны знать только, какая замечательная страна это Норвегия по сравнению с их странами. А они, русские, украинцы, белорусы, отсталые, агрессивные, неулыбчивые люди. В тюрьме Транхейма всегда есть заключенные, которым, по нашему мнению, лучше проходить лечение в системе здравоохранения, говорит начальник пюрьмы Игорь Габриэльсен. Каким бы ты сильным ни был, ты теряешь себя. Это порождает много гнева, ненависти против системы, против общества. Длительная изоляция – это пытка. По-другому на это нельзя смотреть. Это слова психического заключенного. Это то, что сейчас уже происходит с Олегом Матаки. Но Олег неумственно отстал, это же видно. Он просто в отчаянном положении из-за его проблем с разговором. Вот камеры-одиночки, в которых содержат опасных для себя и для других людей. Как долго к ним не заглядывает надсмотрщик, что вся камера буквально плавает в крови. И что будет с Олегом, уже пытающимся убить себя, если он попадет в одиночную камеру, где нет даже куста с марихуаной. Я обесцветила фото, чтобы вписаться в правила ТикТока. Но если все же видео заблокируют, оно будет продублировано на Ютубе, ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм. Так вот, я обращаюсь к соотечественникам Олега, украинцу Володимиру, разглагольствующему на тему истинного лица россиянина, и Али Уони, не понимающей, что мы за люди русские. Какова должна быть благодарность стране? Сказать, что это его проблемы, и пойти пить норвежский кофе? Написать, какая здесь классная медицина, и скрутить цигарку из листика марихуаны, так заботливо выращиваемой норвежцевым атаке для беженцев или для себя, что у вас полные карманы денег, которые выделили вам норвежцы из своих заработанных, и показать квартиру с террасой с видом на фьорд, где вы будете завлекать оставшиеся в Киеве своими селфи. Думаете, в отличие от меня вы делаете доброе дело? Вы на дух не переносите информацию, отлично от розовых соплей. Благодаря вашим фейкам о райской жизни за кордоном, люди приезжают со своим розовым взглядом на жизнь, со своими привычками. А потом начинаются отъемы детей, плач славянок о разочаровании Европой, просьба о помощи. И приезжают инвалиды, потому что наслышаны о позднеровских сказках о Норвегии, будут жить на инвалидные, припеваючи, отдыхать на Канарах, оставшимся на родине деньги посылать. Работать не надо, надо прожить на пособие три года и вуаля, пенсия вам обеспечена. Вы хоть немного о кастрюле свои думайте. Ни в одной стране не бывает подобного. Согласна, что так называемые беженцы с деньгами и здесь устраиваются лучше некоторых норвежцев. Я планировала обратиться за помощью к русскоязычным, проживающим рядом с Олегом, помочь ему. Но посмотрев на карте, где он находится, кого просить-то? Там рядом одни олени, включая норгов, у которых ума меньше, чем у Олега в низинце. Они не понимают, что доводят человека до самоубийства. И главное, что здесь это не наказуемо. Ну, случилось. Глазки опустят долу. Очередной шеф полиции, Барнаверн, сотрудник НАВА и прошепчет кандалеру, соболезную. На этом их миссия закончилась. Норвежцам справедливее было бы заявить, что им нужны лишь украинские дети, которых можно продать здесь на усыновление. А с беженцами одни проблемы и расходы. Сейчас доведет до конца Олег свои попытки привлечь внимание. Только помогать уже будет некому. К сожалению, Олег не гражданин России, чтобы я могла обратиться за помощью в Россию. Ну так, Алена и Владимир, вы же поможете Олегу? Вы же поднимете своих соотечественников против грубого нарушения законодательства Норвегии в правах человека? Продолжение следует... Продолжение следует...